Чтобы вы понимали, пробки в Макеевке. Эта дорога абсолютно ровная. Вышел с машины, чтобы показать вам. Абсолютно новая. Таблички в Мосвода. Берем тел... Рыба. Захватывать было можно больше. Привет, с вами Виконсто. Сегодня мы поговорим о Донбассе. Что здесь вообще происходит? Какие последние новости, изменения? Выпуск будет интересный, поэтому усаживайтесь поудобней. И мы начинаем. Находимся мы сейчас на проспекте Ильича. И что хочу сказать. Большое количество рабочих, которые вы можете наблюдать по левую и по правую сторону экрана, приезжает восстанавливать Донбасс со всех уголков России. Прежде всего, на данный момент полностью обновляют тротуарную плитку. Видите, заграждения есть какие-то. И перестилают асфальт. По поводу водоснабжения. Всем известно, что канал Северский Донец заблокирован. И физически доступа у нас туда нет. Поэтому с Ростова-на-Дону протянули нам две нитки водовода. И с помощью этих труб поступает к нам вода. Проблемы с котельными, так как категорически не хватает воды. Но с каждым днем вроде бы становится лучше. В некоторых районах вода идет раз в два, в три дня. Раньше вообще настолько экономили, что бывало такое, что воды и по 10, и по 12 дней не было. Но сейчас уже вроде бы немножко нормализовалось. Но в полном объеме все равно вода будет поступать после того, как Северский Донецк полностью восстановят. Таблички Мосводоканал. Приезжают ребята из Москвы и других соседних регионов, чтобы восстанавливать от водоснабжения. Полностью меняют здесь трубы на пластиковые, синие, такие длинные. Чтобы у жителей Донецка была вода. Посмотрите, какие старые задвижки здесь стояли. Сейчас все на новое будут менять. По углам стоят бордюры, видимо будут скоро менять. А это мы выехали на МАК-шоссе. Большое количество автомобилей здесь раньше продавалось, но сейчас не исключение. Автомобили как БУ, так и новые. Некоторые автомобили привозят из-за границы, из Грузии. Растамаживают все в Российской Федерации и потом везут к нам. Сегодня мы отправимся в Таганрог. Дополнительно я вам покажу дорогу, которая идет на Успенку, на контрольно-пропускной пункт. Там полностью меняют асфальтное покрытие. Раньше в Донецке были одни из самых лучших дорог, наверное, по всей Европе. Поэтому, чтобы не терять марку, жители восстанавливают это все своими силами. Дополнительно подключают других людей из других регионов. Поэтому сейчас я вам покажу еще некоторые части дороги, которые восстанавливаются с нуля. Очень много деревьев повырезали с левой и с правой стороны. Кто раньше хоть раз ездил в ту сторону, я думаю, вы не узнаете на сейчас эту дорогу. Актуальные цены на бензин. 95, 59 рублей, 92, 53 рубля. Газ-пропан от 30 до 32 рублей. Чтобы вы понимали, пробки в Макеевке сумасшедшие. Люди буквально 20 минут назад проезжали Чайкинское кольцо. За 2-3 минуты сейчас могут стоять около часа. Теперь посмотрите количество автомобилей. Их здесь сотни. Что касается по подвижному составу. Видите, какой троллейбус идет? Вот Москва нам обещала полностью обновить автопарк в течение 2-3 лет. Поэтому эти скоро троллейбусы уйдут в ангар. И некоторые уже линии полностью заменены на новые. Точно так же и касается обычных автобусов больших. 42-й, 41-й, длинные такие большие. Автобусы вместительные собираются тоже нам со временем обновлять. Посмотрите, какое движение. Здесь рынок недалеко. И, конечно же, люди по выходным приезжают и делают покупки. Движение очень серьезное. Буквально год назад столько людей не было. Со временем все-таки люди приезжают. Домой как бы где ни было, но дома всегда хорошо. Продукты, одежда, всякая бытовуха, парфюмерия, косметика. Центральный рынок, что можно еще сказать. Доехали мы до трассы. До Ростова-на-Дону 187 километров. И посмотрите, какая новая дорога. Буквально полгода назад ее закончили ремонтировать. С левой и с правой стороны были огромные заросли, кусты. Немножко подальше вы сейчас все это прекрасно увидите. Прежде всего нужно улучшать логистику. Автомобильные дороги, железнодорожное сообщение, автобусное. Так как это основа экономики. Еще остались немного кусты. Но раньше здесь буквально 2 метра от конца дороги были огромные такие деревья, которые ухудшали обзор. Сейчас эта дорога абсолютно ровная. И по правую, по левую сторону, когда вы едете, вам ничего не мешает. Я думаю, автомобилисты меня поймут. Поставили также новые указатели. Прямо у нас идет Харциск. В ту сторону направо дорога, в сторону Ростова-на-Дону. Актуальные цены на бензин. И большие указатели. Доехали мы еще до одного участка, на котором полностью ремонтируется дорожное покрытие. Посмотрите количество техники, которое было здесь задействовано. Деревья все выкорчеваны. По левую и по правую сторону. И сделали еще только черновой слой. Со временем здесь чистовую отделку сделают. И будет вообще изумительная дорога. Чтобы вы понимали, с правой стороны, где вот эта канала, там были заросли деревьев. Представьте, насколько хуже был обзор. Поэтому буквально еще, я думаю, годика 3-4 и полностью реконструируют дороги, которые ведут в Донецк. Еще один немаловажный вопрос. Это банковская система. На данный момент у нас работают некоторые банки, которые поддерживают платежную систему МИРК. Виза и Мастеркард заблокированы. Один из крупных банков является Промсвязьбанк. Там люди получают социальные выплаты, пенсии, а также зарплаты. Доезжаем еще до ремонтного участка. Посмотрите, отсыпают боковины. Полностью переделывают сливную систему. С правой стороны видите, какие рвы выкопали. И снимают верхний слой асфальта. Со временем здесь будет новое дорожное покрытие. Подъехали мы к Киловайску. Теперь периодически встановимся в пробку. С левой стороны вдалеке, я вам там чуть попозже покажу, будет осуществляться ремонт дороги. И количество техники, которое задействовано, здесь просто зашкаливает. Стоят регулировщики, которые контролируют движение по полосам. Так как одна сторона полностью занята техникой. Другая сторона полностью пустая для движения по этой полосе. Техника вся абсолютно новая. Посмотрите. Сольк, еще АМГ какие-то. Кэт, Хюндай. Геодезисты здесь на месте. И постоянно что-то размечают. И периодически делают какие-то замеры. Огромное количество работников, которые принимают участие для строительства этой дороги. Ребята работают круглосуточно. Ну, конечно, ездить по такой дороге, это одно удовольствие. Со временем, конечно, они ее доделают. И движение будет настолько максимальным, что уменьшится время поездки до Успенки. Что касается моей разрушенной квартиры. Я в предыдущих видеороликах показывал, в каком она состоянии. То на данный момент там нежелательно вообще находиться. Постоянно идут боевые действия. И со временем, когда обстановка улучшится, я поеду и, конечно же, буду снимать от А до Я ремонт. Все деньги, которые вы мне перечисляли, каждый рубль, каждая копейка пойдет на восстановление. И спасибо вам большое за поддержку. Проехали мы Иловайске. Посмотрите, асфальтоукладчик делает новый слой. Сантиметров, наверное, 15. И сзади катки его разравнивают. Это, я думаю, не финишный слой. Но еще со временем немножко они здесь подлатают ее. И будет вообще идеальнейшая дорога. Вышел с машины, чтобы показать вам более детально толщину слоя асфальтного покрытия. Абсолютно новая дорога. И посмотрите, толщина. Ну, на вскидку минимум сантиметров 10-12. И плюс еще здесь будет большой слой финальный. Завершающий. Дорога, конечно, просто сказка. Машинам ездить будет одно удовольствие. Дорожка ровненькая, идеальная. Вообще супер. Буквально два месяца назад здесь была совершенно иная дорога. Некоторые ямы, выбоины. Все-таки, ну, никуда от этого не деться. На данный момент количество техники, я просто не знаю, сколько здесь единиц нужно задействовать, чтобы это все сделать и довести до ума. Постоянно, круглосуточно здесь работают. Представьте количество людей, которое должно быть задействовано, чтобы убрать одну лишь всего лишь дорогу. Экскаватор должен приехать, это все выкорчевать. Сделать хорошую укладку, первый нижний слой и потом уже, соответственно, финиш. Случаются и такие казусы на дорогах. Посад в кустах, Шкода в грязи стоит. Поэтому, если ездите, то желательно не летайте на дороге. Соблюдайте скоростной режим, потому что бывает всякое в жизни. Доехали мы до следующего участка. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре катка стоит. Один асфальтоукладчик. И, скорее всего, что там высыпают асфальт. С левой стороны дорогу полностью сняли. И подготавливают следующий слой для обновления. И так в круглосуточном режиме. Специально вышел из автомобиля, чтобы вы воочию оценили качество дорожного покрытия. Большой поток машин в сторону Ростовской области. А это в сторону Донецка. Представьте, вот это все была подложка. Наверное, сантиметров 20 или 30. А это финишный слой. Примерно где-то 50-60 сантиметров специально завышали уровень, чтобы стек воды был в эту и в другую сторону. Теперь, что касается по вырубке деревьев. Чтобы вы понимали, следы от трактора, от другой техники, начинаются где-то вот там. Это порядка 20 метров полностью вырезали это все дорожное полотно. Чтобы автомобилист, когда едет, ему посторонние предметы не мешали для движения. Поток, конечно, серьезный идет. Но это как-никак центральная дорога, которая выходит на Ростовскую область. Подъезжаем к контрольно-пропускному пункту Успенка. И здесь точно так же вырубывали деревья с левой и с правой стороны. Теперь обзор метров, наверное, 500-600 в ясную хорошую погоду. Подъехал я на пропускной пункт в 12.15. Как пройду, сообщу, за сколько времени я прошел его. Автомобили становятся в 5-6 рядов, проходят полный досмотр, а также отправляются на паспортный контроль. Время 12.26. Полностью прошел Успенку и сейчас направляюсь в сторону Таганрога. Для понимания, раньше этот контрольный пропускной пункт люди проходили 3-4 часа. Сейчас стало намного проще. Прежде всего обновили контрольно-пропускной пункт, добавили новые окошки и добавили новых сотрудников. Буквально 15-20 минут проходите все. Вас проверяют по всем базам данным, проверяют автомобиль и в путь дорогу. Для сравнения вам актуальные цены на бензин в Ростовской области. Дизель 60 рублей, второй 53 рубля и пятый 56 рублей. Что касается регистрационных данных на автомобиль. До 2026 года все автомобили должны быть переоформлены на 180 регион. Также можно без экзаменов и бесплатно получить новые водительские удостоверения. Абсолютно любые. У кого были СССР, украинского образца. Вы просто идете в МРЭО, можно также записаться через госуслуги. Буквально 25 минут вас там на месте фотографируют, пробивают по базам данным и выдают новое водительское удостоверение. Срок действия составляет 10 лет. Почему многие выезжают в Ростовскую область? Прежде всего из-за цен. Изначально в Таганроге продукты, одежда, бытовая техника будет дешевле порядком до 15%. Плюс выбор там намного больше, чем в том же Донецке. Плюс большие маркетплейсы, Вайлберис, Озон, доставки, СДЭК, Боксбери в Донецке на данный момент не работают. Может со временем они зайдут в большой этот регион, но на данную секунду все происходит вот так. Люди с понедельника по пятницу работают. Суббота, воскресенье у нас выходные, поэтому большое количество автомобилей и людей собирается на данном пропускном пункте. С понедельника по пятницу в принципе можно еще быстрее пройти. Порядка 5-7 минут и вы проезжаете и уже находитесь в Ростовской области. Если вы собираетесь делать покупки меньше 7-8 тысяч рублей, то особого смысла ехать сюда нет. Во-первых, это потраченное время, минимум один день. Утречком пока выехали, пока туда-сюда, вечером уже будете возвращаться домой. Потому что магазинов очень много. Крупный это светофор, магнит, лента. Пока везде походите уже и вечер. Плюс дорога. Стоимость заправки составляет в среднем от 800 до 1500 рублей, в зависимости на каком топливе вы передвигаетесь. Соответственно, если вы хотите сделать какую-то большую супер закупку, хотя бы на месяц, положить что-то в морозильник, либо бытовая техника, то соответственно Аризон есть. Не забывайте подписываться на мои соцсети. В описании, а также в закрепленном комментарии я оставляю ссылку на свои соцсети. Допустим, в телеграме. Называется канал Виконста, вы можете в поиске его ввести. Там будет вся информация о моей жизни, что происходит на Донбассе, куда я езжу, а также интересные места, где я посещаю. Разные светофоры, цены на продукты, обзоры жилья и многое прочее. Что касается дорог в Ростовской области, то они находятся здесь в хорошем состоянии. Иногда проскакивают ямки, но ничего существенного. С левой и с правой стороны у нас отбойник, деревья не мешают. Единственное, что всегда вбивайте в навигаторе ваш путь, чтобы не попасться на камеру. Если, конечно, попались, то 500 рублей, штраф, пожалуйста, оплатите на госуслугах. Если в течение 14 дней вы оплачиваете этот штраф, то действует 50% скидка. Заехал по пути на заправку, взял себе пирожок с малиной и латте. Периодически нужно останавливаться, любоваться красотами. Такая заправка нефтегаз-Т. Начинается разветвление дороги. На этом пятачке, если направо повернуть, поедете на Таганрог. Прямо на Самбек и можно выехать в Ростов. Сейчас вам покажу, как выглядят мелкие города, поселки в Ростовской области. Пересекаем железнодорожный переезд. Очень мягенько. Детские площадки, футбольные поля, корты. По прямой фикс-прайс, магнит, пятерочка. И дороги. В принципе, дороги в хорошем состоянии. Сейчас это центральная дорога. Чуть подальше проедемся. Покажу вам, как выглядят дома. Голос. Поставили указатели. И дома. Сделаны из красного кирпича. Иногда он обшивает чем-то, утепляет. Но, в принципе, так выглядит большинство домов. Также присутствуют здесь двухэтажки. Небольшие, конечно, но люди живут. Один дом, еще один. И дальше начинаются мелкие магазинчики. Аптеки. В принципе, такая периферия в Ростовской области. Это мы едем по окраине города. Все чистенько, убрано. Разметочка есть. Дома, магазины, фабрики. Добро пожаловать. Ну, как и в других небольших местах, здесь все присутствует. Что интересно, много насаждений. По бокам, чтобы с поля не задувал снег. И плюс еще растут фруктовые деревья. Это, считай, периферия Ростовской области. В принципе, если заехать в любое село, то будет точно так же. Присутствуют здесь заправки. Пятый 57 рублей. Второй 51-20. Стройматериалы, ФМК, утеплители, кирпичи продаются. И все для строительства. Лежат трубы. С этих труб нам делали водовод. Выехали мы с Покровского. И посмотрите, в каком хорошем состоянии здесь объездная дорога на Таганрог. Это не центральная, это объездная. Чтобы люди нормально передвигались. Для водителя это лучше всего. Когда ровненько, ничего нигде не мешает. С левой и с правой стороны обзор хороший. Нормальный накатанный асфальт. По такому дорожному покрытию. Просто с удовольствием ехать и ехать можно. Заехал в Таганрог. И смотрите, здесь делают уже дорогу. Вырезают латки. И, соответственно, через некоторое время будут уже латать. Доехал я до Ленты. И посмотрите, количество машин. В выходной день. Все едут за покупками. И места не найдешь припарковаться. Берем тележку. Засовываем 5 рублей в нижнее отверстие. И замочек открывается. Можно, конечно, мелкую корзину брать. Но проще всего, когда с тележкой идете. Народу, конечно, многовато. Но бывает и поменьше. Это у нас отдел с детским питанием. Давайте прогуляемся. Посмотрим цены. Вы потом напишите, откуда вы. И сравните с вашими. Допустим, самый популярный. Это Нутрилон. 600 грамм 700 рублей. 1200 грамм 1249.99. В упаковке. Пептиаллергия. 2800 за 800 грамм. Различные цены. Памперсы. Хаги с 1000 рублей. От 4 до 9 килограмм. Даже ящиками продают. Трусики. 2240. 82 штуки. 4,6 килограмм. 1409. Это у нас идет отдел детский. Игрушки. Прогуляемся вместе со мной. Покажу один день из жизни. Как я съездил в Ростовскую область. А именно в Таганрог. Периодически буду выпускать видеоролики. Если вам такой формат понравится. Обязательно пишите в комментарии. Большие чемоданы для путешествий. В среднем такой 3800. Подешевле чуть поменьше. 2500. И самый маленький. 1500 рублей. Детские игрушки. Коврики. Туристические. Это у нас батарейки. И автомобильный отдел. Масло. 5W30. Рольф. 2100 рублей. За 4 литра. Также есть на доливку. Такаяма. 5W40. 659. 99. Если вы покупаете все в ленте. То обязательно делайте карту. Без карты цена 841 рубль. С картой 660 рублей. Это по скидке. Отдел с аккумуляторами. По хучке. Дворники на автомобиль. Разных размеров. И отдел с кормом. Кошачьим. Также чуть дальше там. Для собак можно взять. Пурина Уан. Поддерживает иммунитет. Для кошек. Особенно привередливых. Вкусу. Утка. И печень. 750 грамм. Даже подешевле есть. За 300 рублей. С курицей. И цельными злаками. Perfect Fit. 650 рублей. 580 грамм. 380. Это наполнитель. Для кошек. 300 рублей. За 15 литров. Большой. Наполнитель. В упаковке. Это Феликс. Корм для котов. Пройдем. Мы здесь. Даже не зацепим. Видите как аккуратно. Нужно водить. Супервкус. Феликс. Почем один у нас тортик. 22 рубля всего лишь. Рыба на горизонте. Смотрите какие карпы. Зеркальные плавают. У них даже воздух есть. Но все равно, ребята, вас ждет конец. Скоро или не скоро. Но вы попали в западню. Много, конечно, карпа. Карп живой. 371 рубль. Форель. Радужная живая. 1100 рублей. Отдел с бытовухой. Кастрюли, чайники. Сковородки. Вот что мне нравится. Тефаль. Лет 5-6 сковородка любая прослужит. Конечно, есть и подешевле. Но у меня предпочтение только к этой марке. В принципе, ничего плохого за нее сказать не могу. Она за свои деньги нормально служит. Шумовка. 170 рублей. Home Club. Есть и подороже. Есть дешевле. Смотрите, какая кисточка. Смазывать мяско. Либо гарнир какой-то. Пресс для чеснока. Овощерезка. 120 рублей. Фольга. 160 рублей. 10 на 29. Толщина 11 микрон. Бытовая химия. Дезодоранты. И отдел с овощами. Тут посуда. Давайте посуду покажу. Смотрите, какой цвет приятный. Бирюзовый. А вообще, по-модному. Данный цвет очень сильно похож на Тиффани. Если вот так со стороны глянуть. Переливается красиво. За такую тарелку 140 рублей. Есть более голубоватая. Серая. Темно-серая. Как металлик. 220 рублей. Сковорода. 1400 рублей. Стиральный порошок. Ариэль. Горный родник. 990 рублей. 9 килограмм. Полторы тысячи. Ариэль аквапудра. Ариэль. Тайт. Лоск. Самые популярные модели. Из порошков. В принципе, нормально отстирывает. И пахнет хорошо. Также есть гель-концентрат. Для стирки. И там у нас начинается овощной отдел. Сейчас еще прогуляемся по рыбе. По замороженным продуктам. Креветка королевская. 500 рублей. В заморозке. Набираете мешочек. Подходите. И потом нажимаете ту кнопку, которая находится на ценнике. Фарш. Это мясо. Мраморная говядина. Говядина стейки. 940 рублей за 320 грамм. Всегда говядина дорогая была. Рыба. Замороженная. Ментай 200 рублей. Окунь. 390 рублей. Морской. Скумбрия 200 рублей. Треска. Разделанная уже. Семга. 1032 рубля. Треска по 400. Одел с курицей. Окорочек куриный. 210 рублей за килограмм. В упаковке. Лосось. Чили. 1-3 килограмма по 900 рублей. Берете рыбину. И взвешиваете на весах. В среднем от 1500 до 2500. Можно будет купить целую тушку. Овощной отдел. Мясо уже замаринованное на шашлык. Либо просто кто не хочет заморачиваться дома. Говядина. 630 рублей. Свинина на кости 250. Какая сочная лежит. Нужно в магазины приходить неголодным. Потому что все хочется взять сразу. И овощи. Это у нас бананы. По 120 рублей за килограмм. Картофель. Сетка 10 килограмм. 330 рублей. Взяли сеточку. И вам хватит месяца на полтора. В зависимости у кого какая семья. Это яблоки. По 100 рублей зеленые. Что мне нравится. Освещение очень хорошее. И качество картинки нормально передается. Помело. 213 рублей. Помело красное. 220 рублей. Мандарины. По 100 рублей за килограмм. Апельсины. 105 рублей. Отдел с помидорами. Груша даже есть. По 170 рублей. Мандарины чуть подороже. В упаковке по 170 рублей. Отдел с огурцами. По чем огурцы. 150 рублей за 600 грамм. Среднеплодные, гладкие, тепличные. За три штуки. Эти помельче чуть-чуть. 250 рублей. Помидоры 190. 180. И отдел с зеленью. Бытовая химия. Косметика. Подушки, перины. Рыба во льду. Пангасиус. 280 рублей по карте. Ментай. 400 рублей. Треска 600. Лосось в филе. 2800 рублей. Сочный, сочный. Цвет как раз передается очень хорошо. Класс рыбка. Это стейки. Лососевые. 1500 рублей по карте. Кусочек задней части. 1300 рублей. Горбуша 280. Кижуч по 600 рублей по карте. Кита по 605 рублей за килограмм. И лососи большие по 900 рублей. Приехал в Мармелад. Это один из самых крупных торговых центров Таганрога. Парковка возле магазина. Здесь можно приобрести, начиная от бытовой техники и заканчивая одеждой. Можно заскочить покушать. Что-то перекусить. Попить кофе горячего. Купить электронику. Бытовую технику. А также посуду для дома. М-видео. Украшения. Посмотрите какие сережки красивые. Цена от 2000 до 20. Если не больше. Подвески. И цепочки. Серебро-серебро. Кольцо 46 900. 9000-22000. Освещение хорошее. Поэтому красиво все переливается. Бижутерия, косметика, аптека. И поднимаемся вверх. На эскалаторе. Еще на один этаж выше поднимаемся. Повсюду одежда. Парфюмерия. Косметика. Экстрим спорт. Демикс. Куртки. Брюки. Блузки. Все что хотите. Что ваша душа пожелает. Даже парфюмерия на разливе есть. Остин. Вещи. Давайте сейчас быстренько прогуляемся. Что здесь вообще есть. Футболочки какие. Смотрите. Полу. 1600 рублей. Всего лишь. Брючки. 2000 рублей. Переключился чуть пошире. Режим сделал. Чтобы захватывать было можно больше. 4600. Куртка. Остин. Наборы носков. 260 рублей. И женский отдел. Смотрите какая рубашечка. На выход. Выскочить где-то на бульвар Пушкина прогуляться. Всего лишь за 3000. Брючки. Жилеты. Пайта с капюшоном женская. Куртка трикотажная. Хотя похоже сверху на пайту. 3600. В основном для женщин все сделано. Для мужчин только на входе. Девушки любят походить по таким магазинам. Посмотреть. Тут в принципе можно целый день так гулять. 3000. 3600. Но Остин всегда дорогой был магазин. Ну и качество товара на уровне всегда было. Пиджачок. 4600. Приятного цвета. Джемпер 2000. Изумрудные штаны. Посмотрите какие. 800 рублей. S, 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 XS. Синие. 800 рублей. Куртки на весну, на осень. Почем куртка? 4000 рублей. Это уже мужские куртки. Почем куртка? 5000. Футболка. 1600. Темно-коричневая. Пайта мужская. 2800. Футболки. Куртки. 5600. Еще есть магазин Остин Дисконт. Там немножко подешевле будут цены. 1400. Смотрите какой чувачок стоит. Наблюдает за всеми. А почему обувь не нацепили ему? Замерзнет бедолага. 1400 рублей. Скидка. По скидке можно неплохо урвать себе одежду. Джинсы 2000. Старая цена 4000. 50 процентов скинули. Рубашечка на выход. Выскочить на площадь Ленина. В Дон Мак зайти. Чизбургер покушать. 3000. Штаны. 6000. Куртка. Джинсы. 2400. 2800. 3400. Эти вообще 4600. Качественные наверное. Рюкзаки. Трусы. Мужские. 1300 рублей. Размер М48. Бейсболка. 1000. 1000 рублей. 1000. Бейсболка. 800 рублей. Кепка для женщин. Магазин конечно большой. Представьте в Мармеладе заскочить. В каждом так часик провести. И уже ничего вам хотеться не будет. Смотрите какая стильная. Сорочка верхняя. С воротником полу. 2600 рублей. Приехал на самый верхний этаж. Здесь у нас буфет. Вкусная точка. Можно подойти к дисплею и выбрать что вам понравится. Можно покушать в зале. Также взять с собой в пакете домой. Пицца. Можно взять один кусочек. 120 рублей. 148. Баварская. Бургер. 177 рублей. Барбеку. Посмотрите какая сочная. 135 рублей за кусочек. Еще пицца. Шаверма. Мангал. Можно приготовить шашлык. Прямо не отходя от кассы. Там угли. И готовят. Из курицы. Люляку. Заказал шашлык из говядины. 319 рублей. И том-ям. 330. Буквально 10-15 минут. И будем пробовать. Открываем том-ям. Кипяток. Теперь по содержимому. Что у нас здесь есть. Это помидор. Дальше. Зелень. Скорее всего что. Кинза. Вылавливаем. Грибочек. Курица. И креветочка. Посмотрите какая сочная креветочка. Гляньте. Ай-яй-яй-яй-яй. А как же вкусно пахнет. Чуть-чуть попробуем. Сейчас оценим. Что из этого получится. Снимаем пробу. Ложечка. Первое что хочу сказать. По остроте. Средний. Я различные ел том-ямы. Очень легкий по остроте. И супер. Такой что аж печет. Не только здесь. Ну и в ногах сразу же. Буквально 2 минуты. И сидишь полностью мокрый. Креветочку. Давайте сейчас оценим креветку. Упругая. Непереваренная. Вот что хорошо. Бывает такое. Креветку переварят. Она аж разваливается. Ну помидор. Сейчас вам помидорчик. Покажу. Помидор похож на черри. Помидор как помидор. И курочка. Сейчас курочку. Сочная. Ой. Кушать хочу. Вы тоже. Если ничего не кушали. Присоединяйтесь. Периодически нужно есть острую пищу. Для того чтобы кровь немножко погонять. Супер. А вот и принесли шашлык из говядины. Это соус из томата. Это скорее всего что какой-то чесночный. Сейчас будем пробовать. Макаем сюда. Сюда. И засовываем это все в рот. Говядина сама по себе всегда пожестче чем свинина. Но сочная. Говядину, телятину, баранину нужно хорошо сначала обжарить. Чтобы мясо закупорилось. И внутри оно было сочное. А потом уже на медленном огне дожаривать. Лучок. Синий. Палили еще уксусом. Придает пикантности. Соус первый из томата. И это из майонеза. Либо со сметаной. На сметану похож. Основа сметана. И там специи. Но мне белый соус немножко получше нравится. Мускавка. Лучше заказать мясо. Хотя можно было заскочить во вкусная точка. Взять два бургера каких-то больших. Картошку фри и соус. И наесться точно так же. Но все-таки когда вы едите что-то первое. И потом на второе закусываете мясом. То я к примеру больше наедаюсь мясом, супом, чем этими бургерами. Ну вообще изумительно. Сегодня у нас получился я надеюсь интересный выпуск в формате влога. Если вам понравилось это видео обязательно пиши комментарий. Да-да прямо сейчас. Напиши что ты думаешь. Можешь что-то еще рассказать. Также не забывайте подписываться на соцсети. Телеграм прямо сейчас в описании. Переходите и подписывайтесь. Там видео выходят намного раньше, чем я выкладываю на ютубе. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok